Вокруг этого пункта сразу разгорелись нешуточные страсти. В соответствии с принятым законом, к 1 апреля все таксисты должны были получить специальное разрешение на работу. Помимо других требований, закон предполагал знание эстонского языка на категорию B1. В Нарвии лишь 2% таксистов отвечает этому требованию, то есть 500 человек могли остаться без работы. В первоначальной версии поправки предлагали отложить языковое требование на один год. Но даже нашему несгибаемому правительству показалось, что это предложение проблемы не решит. С учетом все более усиливающегося социального напряжения, Кабинет министров предложил изъять это требование. Я не считаю, что через закон об общественном транспорте надо заниматься языком и категориями. Задача государства заключается в том, чтобы экономическая среда позволяла людям работать, чтобы рабочие места из-за подобных идей не пропадали. В регионе и так пропало много рабочих мест и незачем искусственно усугублять проблему. Правительство сочло, что требования к знанию языка в сфере обслуживания зафиксированы в законе языке, и следить за их соблюдением должна языковая инспекция. Отложить введение разрешения на работу было бы неправильным, так как часть таксистов уже успела их оформить и заплатить необходимую плату. Таким образом, самым простым решением было бы исключение языковых требований, противниками которых выступили центристы. С этими доводами согласилась экономическая комиссия Риги Кугу. И это тот редчайший случай, когда мнение оппозиции было услышано. Это будет очередной виток бюрократии, который сами же чиновники, которые подготовили закон и создали. То есть, с одной стороны, сегодня решается вопрос, который сами же бюрократами и создан, и решение которого лежит на поверхности и достаточно простое. Однако требования к знанию языка, как таковые, никуда не пропали. Вопрос о таксистах поднимала, в частности, депутат Европарламента от Эстонии Яна Том, по инициативе которой для передачи в Европейскую комиссию были собраны подписи с требованием отказаться от этих невыполнимых, по их мнению, мер. Европейская комиссия приняла этот вопрос к рассмотрению. Возможно, это поможет вернуть на повестку дня и сопутствующие темы. Например, о пропорциональности и резонности требований к знанию языка для тех или иных категорий профессиональной деятельности. Ведь именно пропорциональность, то есть разумная степень языковых требований, не раз отмечалась европейскими структурами в качестве залога справедливости политики в отношении тех, для кого государственный язык не является родным. Владимир Михалков, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.